приветствую зрителей канала от винтаж давайте без лишних вступлений сразу начнем чтоб не затягивать выпуск вы смотрите цикл мои 90 и сегодня у нас 1999 год с вами эмрум поехали тебя девушка девушка брат если это оси лиза или наташа то меня нет а если это катя или марина то я возьму ангелина 1999 год расцвета такой невиданной раньше вещи как лазерный брелок всем конечно хотелось купить подобный девайс но не у всех была возможность мы нашли выход я мой одноклассник денис и кости из параллельного класса сбросились и купили брелок на троих держали его каждую себя по неделе зато приобщились к данной культуре приобрели мы его в известном в кургане киоске имени высоцкого за 100 рублей нам еще тогда продавец говорил да зачем он вам возьмите лучше карты с бабами практической пользы от него и правда никакой разве что проверить как далеко он достает ну и кому-нибудь в окна посвятить а то нам светили а мы что рыжие а еще у брелока было несколько насадок с различными рисунками типа нло значительно снижавших дальность действия кстати правильно говорить не лазерный брелок а лазерная указка или портативный квантово-оптический генератор когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого диапазона виде узконаправленного луча вот знаете неотложная медицина это не только прием это еще и захватывающее зрелище скорая помощь сегодня в 19.40 на нтв конце зимы 1999 года одноклассник юра посоветовал мне посмотреть сериал скорая помощь я не мог понять что хорошего может быть в шоу с таким названием но все зависит от таланта авторов интересный продукт можно снять практически на любую тематику сериал выходил сша 15 сезонов с 94 по 2009 годы всего он насчитывает 331 эпизод он очень полюбился публике и критикам всего получил 116 наград скорой помощи рассказывается о буднях обычной больницы в но акцент сделан не на пациентах а на докторах автор сериала майкл крайтон еще в 1974 году написал сценарий для фильма а когда он работал со стивеном спилбергом над парком юрского периода то решил вместо полнометражной ленты снять пилот для сериала он оказался таким успешным что скорая помощь продержалась на экранах полтора десятилетия конечно за 15 лет актерский состав не раз менялся практически полностью зато среди актеров засветились такие звезды как энтони эдвардс джордж клуни ну а уайл джулиана маргулис мария белла и многие многие другие по моему мнению с 5 6 сезона в сериале пошел один негатив как будто его стали снимать в россии а относительно интересным он перестал быть сезоне в десятом когда ушли практически все персонажи с первых эпизодов но все равно я смотрел 7 сезонов на нтв потом сериал перенесли на ночное время с появлением торрентов я скачал все серии а тогда в 1999 году мы с тем одноклассником часто обсуждали поступки персонажей думали кто из наших знакомых на какого героя похож и после каждого эпизода по телефону разговаривали о произошедших сериале события перевентрикулярная лейкомаляция некротический энтероколит а через неделю бронхипульмональная дисплазия ну как я уже думал стакан придется ставить замечательно постановщика в то время как охотники заряжали в 1999 году в очередной раз на нтв показывали замечательный проект леонида парфенова на медне наша эра 1961 1991 до этого я его не смотрел а тут проникся надо же сообщает так о многом и так сжато и увлекательно действительно краткость сестра таланта тот же год парфенов снимет еще несколько серий с 92 по собственно 99 и пока он работал на нтв каждый год вплоть до 2003 подводил итоги в данном формате позже начнут выходить и книги охватывающие разные периоды на настоящий момент доступны 8 томов это 30-е годы из 46 по 2010 конечно леонид парфенов гениальный журналист и сейчас я смотрю его еженедельную программу парфенон на ютубе надеюсь понятно не будь на медней я бы не выпустил и мои девяностые в формате один выпуск один год так вы забираете деньги о счастливчик с дмитрием дипровом на канале нтв 1 октября 1999 года на нтв состоялась премьера новой телевикторины о счастливчик название аллюзия на известный английский фильм появившаяся годом ранее великобритании игра who wants to be a millionaire быстро располовалась по всему миру свои версии сделали около 160 стран в россии она тоже оказалась очень популярной данный момент вышло более 800 выпусков чему способствовала простота концепции один участник отвечает на 15 вопросов ведущего ему предлагаются четыре варианта ответа и три подсказки звонок другу помощь зала и 50 на 50 который выбирает два неверных варианта плюс появившиеся потом право на ошибку ответишь на все вопросы выиграешь миллион позже 3 миллиона каналу нтв очень повезло с ведущим ведь харизма дмитрия деброва вытягиваем себе всю игру до 2001 году счастливчик перейдет на орт программа сменит название на международное кто хочет стать миллионером а вместо деброва в кресло ведущего сядет максим галкин каждый должен заниматься своим делом и не стоит комиком вести передачи но в будущем привлечение к роли ведущих известных актеров певцов к венчиков и даже спортсменов станет нормой что вобьет лишний гвоздь в гроб современного российского телевидения да миллионер жив до сих пор 2008 года его вновь идет дебров но сейчас в нем участвуют только звезды а удовольствием просмотра игры получаешь не больше чем от того же поля чудес здравствуйте и радуйтесь mtv запускает новую программу под названием 12 злобных зрителей 10 июля 1999 года на mtv состоялась премьера нового ток-шоу 12 злобных зрителей конечно идея передачи также принадлежит не нам в оригинале 12 angry viewers опять же отсылка к фильму 12 angry men американская передача не снискавшая там особой популярности довольно быстро прекратившие существование у нас же злобные зрители несмотря на то что программа много раз меняла формат и закрывалась жива и поныне даже концепция та же самая 12 человек студии обсуждают новые клипы голосуют за них круто отстойливо сдержались и в конце выбирают лучший и худший клипы выпуска да с распространением интернета ничего уникального мнений простых зрителей нет но в конце 90-х высказать с экрана все что думаешь о каком-либо артисте было больше нигде невозможно считая данную программу лучшей на mtv я с 4 выпуска 31 июля 99 и до 65 за октябрь 2000 составлял список всех клипов которые обсуждались в каждой передаче и какие признавались лучшими и худшими конечно большая заслуга в популярности 12 злобных зрителей лично у яны чуриковой навсегда была моим любимым vgm ки и то что нынешнюю инкарнацию шоу ведет она же иногда чередует статуями гробян главный плюс современных зз вспомним как дико на месте ведущих смотрелись андрей григорьев аполлонов или михаил гребенщиков ведь не из-за новых отечественных клипов или матерящихся блогеров смотреть данную программу проверен насекомых нет когда mtv в марте у нас кургане вошел в прямую трансляцию я сразу заценил клип на npm till i come от и tb создатель проекта андре таннебергер ранее известный в основном по sequential one выступил в роли связующего мостика между любителями попсы и клубной музыки да он привнес электронику в народ тем самым ее немного попсевая довольно долго он делал качественную музыку которую приятно было слушать и клаббером и любителям попа я сначала купил какую-то пиратскую кассету где треки от и tb чередовались другими проектами авторы которых не были указаны а позже лицензионный альбом moving melodies я его частенько переслушиваю он выполнен в стилистике единой трансляции когда один трек плавно вытекает из другого кто-то говорил что помимо хитов на кассете многоаморфных композиций я же считаю что это идет только на пользу целостного впечатления от прослушивания произведения искусства не меньше компания танцевальный рай и радио европа плюс представляет музыкальная сенсация года альбом самой модной группы и тебе мелодия движения на сцене группа отечественные продюсеры тоже прикинули что можно совместить попсу и танцевальную музыку и в 99 как на дрожжах стали появляться мгновенно становящиеся популярные проекты соединяющие клаб с женским вокалом одним из первых стал дмитрий постовалов из группы arrival ранее работавший с ликой star он совместно с виктором поляковым организовал коллектив дэма пригласив качестве вокалистки александру звереву бешеная популярность песни солнышко и одноименного альбома превзошла все ожидания помню мне про нее рассказывал денис только никак не мог понять название группы то ли дело то ли демон когда в 2000 году на радио hitfm составлялся хит парад 100 хитов века то ведущий был очень недоволен что в десятку лучших помимо битлз игл queen пугачевой и других пробилась и дэма тогда было сказано что-то вроде этот трек свежий вот вам и кажется что он хороший но ведь именно солнышко туда попал а не любая другая популярная в то время песня дмитрий постовалов покинет проект уже 2002 году через десять лет это сделать и александра зверева группа жива и поныне вроде бы в творчестве дэма соединилось все то что в 98 было у певицы лилу но тогда отечественная консервативная публика была еще не готова а в 99 как прорвало виктор полиенко писавший песни для лилу уйдет в тень чтобы в будущем сотрудничать с тату и зверями а подражатели дэма посыпались как из урока изобилия технически певицу свету полное имя светлана колтунова клоном назвать нельзя так участники группы ппк сергей пиминов и александр поляков вроде бы не родственник виктору начали с ней работать еще в девяносто восьмом году на популярность к ней пришла уже после успеха дэма в то же время артур акин он был участником группы восток и дмитрий мост из студии братья грим с двумя м не путать с попсой про ресницы помогли молодой певицы полине ростовой записать альбом по краю дождя опять же дело не в подражании кому-то такой стиль это просто тренд того времени ну и подробнее остановлюсь на группе вирус ее участников ольга лаки козина андрей чип гудас юрий диджей доктор ступник продюсеры стрелок леонид величковский и игорь славоросов нашли в зеленограде изначально проект назывался акварель потом вот так вирус запомнился тем что музыкальный материал заимствовал западных исполнителей а за три года было упущено пять альбомов для увеличения прибыли продюсеры завели второй состав и вскоре первоначальные участники ушли от них группа существует и поныне причем в прежнем составе в прошлом году они выпустили очередной альбом не всегда нравился вирус по непонятным причинам может какие-то неизвестные мне струны души задевали коллектив the cardigans был неизвестен уже давно саундтрек от ромео плюс джульетты прожужжал в свое время все уши трек my favorite game настоящий гимн раннего российского mtv но именно композиции erase and rewind и hanging around я полюбил до глубины души данная шведская группа существует с 92 года также с неизменным по сей день составом включая солистку нину персон коллектив не раз менял стиль и альбом 98 года гранд туризма для меня является самым лучшим альбомом всех времен и народов уж очень необычно и берущая за душу музыка записано на нем смесь рока попа трип-хопа в плетении других жанров позволили создать необычайно запоминающийся продукт кстати в девяносто девятом 2000 годах я трижды дозванивался в курганский презент на европе плюс и неизменно заказывал что-нибудь из творчества the cardigans галина бланка галина бланка это любовь с первой ложки в августе я взял у дениса видеокассету с фильмом звездный десант снятым в девяносто седьмом году полом верховеном starship troopers на фоне войны в мире будущего рассказывал о людях их трагедиях и личностной эволюции момент выхода лента собрала негативные отзывы критиков но она мгновенно приобрела довольно широкий круг поклонников в том числе среди тех кто раньше научной фантастикой не особо увлекался и я согласен с тем что даже мои любимые на то время актеры каспер ван дин и денис ричардс играют мягко говоря неважно но я все равно считаю звездный десант одним из лучших фильмов 90-х благодаря тем эмоциям которые я испытал во время многочисленных просмотров что же касается сиквелов то не смотрите их не стоит хотите знать больше у меня на канале есть ролик целиком посвященный многочисленным воплощением вселенной starship troopers девяносто девятый год оказался богатым на фантастику особенно со словом звездные в названии так 11 декабря мы с несколькими одноклассниками ходили в кинотеатр прогресс на фильм звездные войны эпизод 1 скрытая угроза когда в курган привозили одну-две киноновинки в год в детстве от star wars не фанател когда мне было лет семь мы ходили с семьей на по-моему четвертый эпизод но я оттуда вообще ничего не запомнил так что хронологически первый фильм стал по большому счету первым и для меня наверное поэтому я не испытываю по отношению к фэмтом мэна с каких-то отрицательных эмоций а что нормальный такой детский фильм даже более диснеевский чем 7 8 эпизоды хоть снимал его еще джордж лукас через пару лет пртр покажут и классическую трилогию и мой порядок просмотра станет таким первый эпизод 4 5 6 2 3 потом еще 7 и надо сказать что приквелы мне понравились даже больше непопулярное мнение согласен а атака клонов вообще один в моих любимых фильмах не тормози снегер снег когда уже упоминавшийся ранее Денис отмечал свой день рождения в 1999 году он заказал купить ему в подарок игру для PlayStation на выбор были даны два ужастика Dino Crisis или Silent Hill у продавца на рынке мы спросили что лучше в первом оружие больше второй интереснее но мы и рассудили что интересность как-то поважнее но мы и представить себя не могли насколько гениальная игра первым играть сел Юра а все остальные с открытым ртом наблюдают за таким атмосферным приключением главного героя в туманном городе выпущенный компанией Konami Silent Hill ознаменовал собой новое слово в играх ужастиках переход от экшена и резких выпрыгиваний монстров на экран к психологическим триллерам с тягучей вязкой атмосферой страха и постоянным ожиданием неизвестности кстати туман призван искрыть графические ограничения консоли оказался отличным инструментом в руках разработчиков было очень интересно шагать в неизвестность взглядываясь в туман готовясь расстрелять любой почтовый ящик приняв его за врага кстати в 99-м же я ознакомился с главным конкурентом Silent Hill серии Resident Evil до этого я пробовал играть в демку второй части из диска от журнала OPM но из-за необычного управления я не мог продвинуться дальше первого экрана а в августе мне еще один одноклассник тоже Юра но другой дал первый Resident и я постепенно научился в него играть и заценил все его положительные стороны просто ужастики от Capcom и Konami это разные подходы к жанру каждый со своими плюсами в сентябре пройдя игру я отдал диск Юре и пока не купил себе свой периодически перечитывал прохождение в книге вспоминая все и представляя в воображении что это я играю ну а что бедное детство деревянные игрушки вот такие родные заодно я купил вторую часть в дуал шок версии и вот ее то я заиграл до дыр а 25 сентября нашел на рынке пираточку с японской версией 3 резидента который стал моим любимым в серии еще из игр которые можно отнести к ужастикам нельзя не выделить Parasite Eve Action RPG от Square она стала первой игрой жанра которую я прошел пусть и не полностью самостоятельно так как я попросил Дениса это был его диск помочь мне убить одного босса а до настоящих JRPG я дорасту только в 2001 году кстати нам попалась русская версия игры что в 99 году еще была в новинку и это один из лучших пиратских переводов на первой соньке спасибо студии Orion но помимо хорроров в 99 я открыл для себя и жанр шпионского экшена причем начал я не с Metal Gear Solid как все нормальные геймеры а с Syphon Filter от 989 Studios после различных томпрайдеров мне очень по душе пришлась фишка со стелсовыми элементами геймплея когда врагов надо устранять как можно тише не привлекая к себе внимание а еще людишки так прикольно поджариваются электрошокером а так приятно убивать и снайперки выстрелом в голову в общем это был новый игровой опыт и я так полюбил Syphon что МГС когда я в него поиграл мне совсем не понравился пусть это и произведение искусства не жди отклей этикетку кстати 15 июня следующий розыгрыш плеера в Sony подробности на этикетках кока-колы спрайта и фанты загляни на обратную сторону думай что пьешь это был год 1999 в проекте мои 90 впереди завершающая серия цикла год 2000 с вами был Эмрум увидимся на канале Атвинтаж субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok г